Православный человек не может быть либералом. Вы согласны с этим? Бог сотворил человека свободу. Библейская форма представления о государстве — это монархия. Ну, я осмелюсь рассказать, что это ошибка. Царем Израиля был Бог. Толпа не может услышать голос Бога. Монарх может. Антилиберальный подход отрицает право свободной личности. К нам придут гей-браки и прочие извращения. Гей-браки, там, аборты. Православие или вот это вот всё? Путину идеи либерализма близки. Меня это очень радует. Христианин должен бороться за свободные и честные выборы. Я христианин. Я боюсь. Христианин должен бороться с лужей. Отсчитывали время до наступления демократии в России. В российской православной среде устойчиво, на мой взгляд, такое мнение, что либеральная демократия это нечто антихристианское даже. Я слышал такое мнение, что православный человек не может быть либералом. Потому что, в общем-то, либерал это под собой подразумевает нечто даже безнравственное. Мне бы хотелось разобраться в том, насколько это так, имеет ли это под собой какие-то основания, как вообще церковь относится к либеральной демократии, есть ли это отношение. Специальное с нашими дорогими гостями Андреем Борисовичем Зубовым и Егором Станиславовичем Холмогоровым. Здравствуйте. Андрей Борисович, для начала, что вообще такое либеральная демократия? Либеральная демократия я всегда начинаю с смысла слов. Слово демократии всем понятно. Это правление народа. То есть, это та система, которая еще с эпохи Аристотеля противопоставлена аристократии, правлению избранных, и монархии, правлению одного. Что касается слова либеральное, это слово не греческое, а латинское. И оно имеет в латинском языке понимание, звучание как либералис. Либералис – это свободный. Свободный, в отличие от сервилис, рабский. То есть, либеральный – это тип свободного человека. Человек, который никому не подчинен, который действует самостоятельно. Вы также определяете либеральную демократию? Ну, давайте примем это в качестве рабочего определения, хотя здесь есть масса нюансов. Например, Андрей Борисович сказал, что у Аристотеля монархии и аристократии противопоставляется демократия. А это чуть-чуть не так. У него монархии и аристократии противопоставляются некий слой, название которого в истории не удержалось, под названием «плите». То есть, власть граждан. А демократию он именует властью толпы, властью некоторого неопределенного сообщества. То есть, это очень важно, когда мы говорим о демократии, различать две принципиальных вещи. Первое – это власть четко определенного, по ясному критерию, отграниченного сообщества, которое управляет самим собой и своими собственными делами. И власть некоторого неопределенного большинства, которое присваивает себе, скажем, имя народа. Мы можем, например, вспомнить знаменитую такую историю, такой популярный клич в Чили эпохи Сальвадора Альенде, когда народ един, он непобедим, а ему противостоит злая, зверская диктатура Пиночета. При этом, если посмотреть, например, на результаты выборов, которые тогда происходили в Чили, то большая их часть была в пользу, скорее, тех групп, которые поддержали в конечном счете Пиночетовский переворот. Но, тем не менее, есть определенные силы, социальные, исторические, которые себе присваивают преимущественно имя народа. То есть, они действительно, они все, как правило, прогрессивны. Они все, как правило, отрицают христианскую традицию. Они все, как правило, ставят, скажем, разум выше веры. Причем, как бы, разум не в смысле, что называется, богодарованного разума, а в смысле определенной рационалистической системы в духе просвещения. И вот, когда мы говорим о демократии либеральной, именно в смысле вот этой вот целостной сцепки определенных, как бы, конкретных политических, идеологических практик и установок, мне кажется, что вот с этой исторической силой традиционной, традиция православная, правоканоническая православная церковь окажется малосовместимой, потому что они напротивоположные. Чуть подробнее. Может ли церковь вообще как-то относиться специально к тому или иному общественно-политическому устройству? Ну нет, конечно, не может. И это мы четко выразили в социальной концепции, в основу социальной концепции русской православной церкви, которая была принята на соборе 2000 года в августе. И как раз я был одним из авторов этой концепции, и мне совершенно ясно было, что нет, конечно, не может. Прекрасно Егор Станиславович вначале сказал, что он готов принять это понимание терминов как рабочее, и я предлагаю так и действовать. Потому что, конечно, если будем входить в тонкости чисто аристотелевого понимания, в его политике, и тем более там есть эволюция термина, то это верно, все было сказано верно вначале. То есть, что это действительно идеал, это полития, демократия – это одна из форм, все формы несовершенны, монархия, аристократия, демократия – несовершенные формы, совершенные политики. Это все понятно, это все вещи ясны. Но во второй части своего выступления Егор Станиславович уже стал давать оценки, обычно безбожные, обычно ставящие ум выше веры и так далее. Ну, понимаете, все по-всякому бывает и, естественно, зависит от людей. Сама по себе демократия – это власть народа, в отличие от власти некоторых. Либеральный, значит, термин либеральный, мы об него обсудили. И, безусловно, для церкви приемлемы все политические формы, которые существуют в обществе при одном условии. При одном условии. Это условие заключается во внутренней свободе человека. Понимаете, Бог сотворил человека свободным по своему образу подобию, и обычно богословы считают, что именно свобода, свобода выбора, ну и свобода творчества, естественно, это те особенности, которые и отличают божественность человека. Человек божественен именно в этом, именно этим. И поэтому та политическая система, которая отбирает у человека свободу, она всегда достойна осуждения. Ну, сам по себе режим или форма правления, она может быть церковью осуждена? Ну, скажем, диктатура – это же политический режим. Церковь может сказать, что это антихристианский политический режим? Ну, если он отбирает у людей свободу и заставляет людей, ну, скажем, вот большевистский режим, да, он отбирал, или нацистский, он отбирал у людей свободу и заставлял их подчиняться определенной идеологии – расовой или коммунистической. В общем, церковь должна, конечно, сказать, что это антихристианский режим, но понятно, что большинство людей не решались это делать. А вы, как считаете, может церковь так или иначе оценивать общественно-политическое устройство? Ну, смотрите, мне, вот хотя Андрей Борисович, безусловно, один из участников составления социальной доктрины Русской Православной Церкви, у меня все-таки при ее чтении и изучении не создалось впечатление, что она ставит вообще политические формы вне какой-либо оценки церковной, нравственной и так далее. Все-таки начнем с того, что библейская, каноническая форма представления о государстве – это монархия. То есть мы никуда от этого не денемся. То есть вот это монархическое начало, оно прописано в Священном Писании, как главной нашей социальной концепции, оно прописано в Священном Предании, оно проходит через столетия традиции Православной Церкви. И, соответственно, если мы все-таки исходим из того, что православное предание – это не то, что, скажем, исторически выдумали люди, которые находились под влиянием как бы некого общего христианского духа. Если мы исходим из того, что оно и есть действие Святого Духа в людях, в истории, в церкви и так далее, то считать, что, грубо говоря, вот все то, что говорится о царе, о благочестивом царе, о православном царе и так далее, и в Писании, и в предании – это только как бы чисто человеческие явления, что это не то, что нам хочет сказать сам Святой Дух, мне кажется, это неверно. – Прокомментировали бы. – Можно я продолжу свои тезисы? При этом, когда мы говорим, скажем, например, о современном мире и о политических оценках, которые существуют в современном мире, то, ну, конечно, скажем, было бы очень странно, если бы церковь, например, заявила, что там, не знаю, мы предпочитаем олигархию или там, мы благословляем или не благословляем аристократию и так далее, то есть, понимаете, а когда мы говорим о демократических современных режимах, опять же, что имеется в виду, скажем, например, а в истории существовало, как бы, с некоторыми демократическими элементами православная республика Новгород, то есть, там были определенные элементы демократии вечевой, а эти элементы демократии в том числе распространялись, например, на избрание главы этой республики, архиепископа Новгородского, то есть, понимаете, избирали себе владыку, предстоятеля церковного, и в то же время избирали себе главу государства, ну, достаточно демократическими способами, хотя со всеми, опять же, издержками вот этой, вот, что называется, демократии толп, там, в виде драк на вече, в виде того, что владык одних свергали, других ставили и так далее, причем и свергнутые владыки с нашей, как бы, вот, из нашего сегодняшнего, как бы, взгляда, и поставленные на их место были святыми. То есть, опять же, это говорит о том, что определенное освящение церковной традиции и демократический способ существования государства тоже при определенных условиях имеет. Но если бы, допустим, Новгородская вещь повторила, как бы, постановила, с завтрашнего дня мы все присоединяемся к Кунии, или с завтрашнего дня мы всенародно, там, становимся стрегольниками, там, или, там, ну, как бы, ересь жидовствующих была уже тогда, когда уже в вече не было, но, тем не менее, вот, что, если бы, например, народ единодушно решил переменить веру, он не приобрел бы от этого право переменить эту веру. Вы могли бы прокомментировать? Ну, как всегда, я уже это вижу, Егор Станиславович, он затрагивает сразу целую палитру тем. Это, конечно, зазрудняет дискуссию. Разговор Егора Станиславовича начал тем, что в Священном Писании освящена монархия. Ну, я осмелюсь сказать, что это ошибка. Это прямая ошибка, потому что, как известно, ну, монархия только в том смысле освящена, что царем Израиля был Бог. В этом смысле это монархия. А на земле это было, как известно, судейство. И это было свободно. Каждый жил по своей воле. Два раза об этом сказано в книге Сути. Не было царя у Израиля, каждый жил по своей воле. Потому что, если дословно переводить, потому что ему казалось праведливо. И когда несколько раз сами израильтяне, скажем, Гидеона хотели поставить царем и других судей, они отказывались. Они говорили о том, что ни я не буду царем, ни дети мои не будут царями у вас. Бог отецов наших, царь Израиля. И когда, наконец, при Симеоне, пророке, судье, израильтяне закатили царя, как у других народов. Они говорят, мы хотим иметь царя, как другие народы. Пусть он ходит перед нами, пусть он вводит нас в битвы. Почему мы хотим царя? Потому что мы сами собой управлять не можем. У нас убийства, у нас там описываются несколько жутких случаев, которые произошли в Израиле, гражданская война небольшая. И мы хотим, как все. Без царя мы не можем. И что тогда говорит Симеону, это не понравилось. И что он помолился Богу, и Господь ему говорит, так сказано в Писании, «Ни тебя не отвергли, а не меня отвергли». Но если уж они так хотят, дай им царя, но огласи права царя. И он оглашает права царя народа, так называемая конституция Симеона, ее так обычно именуют богословы, что он будет отбирать у вас десятину вашего имущества, будет отбирать ваших юношей в армию, ваших женщин, девушек в гаремы, или служанками своими. Он будет вами повелевать, вы не сможете ему возражать. Хотите? Они говорят, да, хотим. И вот даже после этого повторяется, уже царю Израиля говорит, что ты управляешь братьями своими. То есть ты не какое-то особое существо, которое стоит над народом, ты один из них, но вот ты управляешь братьями своими. И, как вы помните, царская власть в Израиле, в Ветхий Завет, она была, в общем, очень неудачной. Она была все время неудачной. Ну, Саула просто, естественно, отвергли. Царь Давид правил, но его большие грехи привели к тому, что его царство дрогнуло. Ну, к тому, что монархия не освящена Писанием. Ну, и, наконец, я закончу, все остальные цари после Давида просто были, в основном, там же чем двух имен, были просто грешниками, которые наполнили Иерусалим кровью, которые были осуждены, против которых выступали горячо пророки. Поэтому царь скорее ругательное слово в Ветхом Завете. Сердце Царева в Руце Божией, конечно, это такое страшное ругательство. Но я здесь, я с Андреем Борисовичем категорически не соглашусь. Здесь у нас уже начинается принципиальное, что называется, расхождение дискурсов. То есть, Андрей Борисович предложил, мне кажется, такой классический, как сейчас иногда выражаются, не очень люблю этот термин, орто-либеральный дискурс, который исходит из, например, того, что монархия вообще уравнивается с израильской монархией, в то время как в Писании присутствует множество других монархий, в то время как в пророческих книгах, например, говорится о том, что так говорит Господь помазаннику своему Киру, внезапно глава Персидской империи, язычник, оказывается помазанником, причем большим помазанником в каком-то смысле, чем действительно некоторые нечестивые иудейские цари. Почему? Потому что Андрей Борисович совершенно справедливо заметил, что принятие монархии израильским царством, иудейским царством, это понижение планки по сравнению с властью Бога. Не по сравнению с властью судей или пророков или кого-то еще, по сравнению с властью Бога. То есть израильтяне захотели царей как другие народы. Что такое как другие народы? Достаточно вспомнить просто картину, а вот Финикии, Палестины тех лет, это маленькие вот такие вот царьки, письма которых, униженные египетскому фараону, сохранились во множестве в архиве Теля Марны. Это, в общем-то, такие, ну, что называется, мелкие князьки, которые правили территории, там, не знаю, гораздо меньше, чем, допустим, древнерусские иудельные княжества. Вот. И, конечно, хотеть такого себе царя, вот, вместо Господа, и вместо того, что, скажем, ну, на мой взгляд, явно мы видим в течение человеческой истории, что для, как бы, своего орудия проведения воспитывают великую империю, там, персидскую, римскую, которая признается в конечном счете апостолом Павлом удерживающим, вот, а не, ну, и не говоря уж о православных империях, а не вот эти вот мелкие царства. Но, тем не менее, при всем при этом говорить, что царь – это ругательное слово в библейском лексиконе, во-первых, там задан образец идеального царя, это царь Давид. То есть он такой вот, вообще, как бы, один из духовных идеалов Ветхого Завета, при всех его недостатках, о которых тоже можно вспомнить. Во-вторых, как в Новом Завете, это царь иудейский. То есть, понимаете, на кресте не было написано, там, это судья иудейский, это президент иудейский, там, это премьер-министр, там написано слово царь. И от этого тоже никуда нам не деться. То есть вот монархия как образ мира, монархия как определенное идеальное описание богосотворенного космоса и отношение его к Богу, мне кажется, является, ну, не сомнение, ну, нету, вот, хотим, нравится нам или нет, нету в Священном Писании такого же образа мира, как демократии или образа мира, как аристократии. Ну, вот к идеальному, Андрей Борисович, есть у вас представление об идеальном, честно, политическом устройстве? Я, во-первых, хотел бы отказать несколько, вот, опять же, моментов. Ну, империи не египетская, по определению, не ассирийская, не Новоавилонское царство никаким идеалом для Израиля не являлись, скорее, они осуждались, все время осуждались. Вот, что касается империи Персидской, да, за то, что царь Кир дал возможность вернуться на столк на Иерусалима, да, к нему было особое отношение, подчеркнули, что он помазанник Божий, и слава тебе Господи. Вот, но я должен сказать здесь о Христе, вот, очень важно, потому что Егор Станиславович затронул вот эту возвышенную тему, того, каким именем был наименован Господь по воле Пилата. Пилат ставил эту табличку, он назвал его царем иудейским, но, безусловно, это больше, чем Пилат. Вот это то самое, о чем мы говорили только что, что царем Израиля был сам Бог. И Иисус, который, понятно, не был царем в общепринятом смысле слова, то есть он никем не правил, и у него не было людей, которых он мог, он сам это говорит. Если бы я был бы земным царем, мои бы сподвижники, они бы подвязались бы за меня, а так я вот перед тобой, у меня нету никого. Он царь Бог, он божественный царь. Он тот царь, которого отверглись, ну, по сути говоря, которого отверг народ израиль, когда захотел себе царя при пророке и судье Симеоне. Именно в этом смысле Господь царь Израиля, а не в том смысле, что он вот царь, ну, в обычном, конвенциальном, если угодно, аристотелевском смысле. Но все-таки об идеале, Андрей Борисович, есть у вас представление вот про Россию, про сегодня? Идеальное политическое устройство России, режим, форму правления? Я понял. Значит, я, как иногда говорю, когда меня спрашивают на эту тему, я функциональный монархист. То есть я считаю, что в определенных условиях монархия, она имеет смысл. Но в других она не имеет смысла. Я напомню, что вообще монархия, это же очень недавняя форма правления. Понимаете, я занимаюсь доисторическими обществами, и монархия совершенно ясно, когда возникает. Там возникает в четвертом тысячелетии до Рождества Христова. До этого вот формы какого-то общинного самоуправления, мы это, ну, можем судить по неолитическим раскопкам, она не доминировала, и монархии не было. Это видно, ну, это довольно сложно реконструировать, не наша частая тема. Монархия возникла, как мне кажется, я об этом пишу в своей книге про религии Египта, монархия возникла тогда, когда люди захотели снять с себя ответственность перед Богом и переложить ту ответственность на одного совершенного своего представителя. Вот так формируется монархия, ранняя монархия, в Египте и в Шумерии. Ну, а сегодня в России как это? Понимаете, потом монархия сто раз откодила от этого принципа. Революции конца третьего тысячелетия до Рождества Христова, которые были и в Шумерии, и, кстати, результатом этой революции был исход Фара и Авраама из Ура-Халдейского, и первый переходный период в Египте, примерно то же самое время, это именно борьба с монархией, это анти-монархическое движение, которое провалилось, народы рухнули в хаос, монархия восстановилась, но уже не как священный институт для, по сути, опять же, об этом целую лекцию можно читать. Ну, а вот про сегодня. Вот. Сегодня, я вам так скажу, to make a long story short. В России. Да, в России. Вы понимаете, Россия вышла из 70-летней тоталитарной диктатуры и сейчас вернулась, безусловно, к жесткому монархическому факту правления. То есть, один монарх, один правит. Да, это Путин. И все страны, которые в 20 веке прошли период авторитаризма, это Италия фашистская, нацистская Германия, это Япония, они все после войны, когда решили перейти к демократии, они создали парламентское государство. Но в этом парламентском государстве может во главе государства быть монарх, как некая идеальная, как в Японии, как некая идеальная фигура, которая вынесена за пределы власти, он ничем не управляет, но он символ нации. Это Путин России. Вот, я бы сказал, что неплохо было бы, но здесь есть одно огромное но. Огромное но заключается в том, что в Японии это старая династия, которая там со времен богини Аматерасу управляет Японией, как верят сами японцы. Вот, а что у нас? У нас самое большее, что может быть, это выбрать кого-то из династии Романовых, кто имеет, конечно, уже никаких прав по закону 1797 года он не имеет по престолу наследию, но условно его выбрать. Но он не авторитетен будет в народе. Такой человек должен быть авторитетен в народе. Английская королева авторитетна в британском народе. То есть парламентская монархия, если было бы... и решила бы проблему демократии в России, но на самом деле, потому что там Англия или Швеция демократические государства, парламентские монархии, но боюсь, что русский народ не примет никакого человека как традиционно авторитетного представителя монархии. Поэтому просто парламентская республика. Боюсь, что да, хотя она неустойчива будет в России. За год существования проекта сотни людей спрашивали и продолжают спрашивать, какой же я национальности. Самое время признаться. Я русский. И не только потому, что выгляжу я как простой русский парень, но и потому, что родился и живу в России, говорю на русском языке, а главное, принадлежу великому русскому культурному наследию. Важная часть этого наследия — косовородка. Уникальное отечественное изобретение. Косовородка — это мужской русский национальный костюм. По мнению академика Лихачева, косой ворот, то есть разрез сбоку, а не как обычно посередине, появился на рубахе за тем, чтобы нательный крестик не выпадал у мужика во время работы в поле. Практичная, нужная вещь для человека прошлого. Или не только. Да, в 21 веке редко кого встретишь в поле за сбором урожая. Средний россиянин скорее чахнет в пробке, параллельно решая свои рабочие вопросы. Мастерская Георгий Маркин подхватывает крутую традицию прошлого и создает стильные рубашки премиального класса, в которых и сегодня комфортно работать, отдыхать и наслаждаться каждой минутой. Российское искусство, военные достижения, спортивная слава, святые подвижники, ученые – все это наше богатое наследие, к которому мы приобщаемся, надевая косоворотку. В арсенале Георгия Маркина есть не только классические косоворотки, но и совершенно оригинальный, стильный и современный ассортимент. Также вы сами можете выбрать цвет, материал, в общем, все элементы будущей рубашки, вплоть до мельчайших подробностей. Мастерам важно, чтобы косоворотка стала любимым предметом вашего гардероба. Заходите на сайт по ссылке в описании gmarkin.ru или в инстаграм georgiemarkin и подбирайте себе косоворотку по вкусу и оптимальной цене. А по промокоду Серафим вы еще получите скидку в 20%, но только на 15 дней с момента выхода этого ролика. Спешите сделать покупку и помните – надеть косоворотку – значит стать частью грандиозной русской культуры и истории. А главное – творить эту историю прямо сейчас. Егор Станиславович. Ну, смотрите, здесь есть несколько аспектов. Начнем с того, что нельзя вот как бы вот собрать из осколков монархию. Есть прекрасный пример того, как это получилось. Это Испания. У генерала Франко получилось, причем я напомню, что Хуан Карлос, который стал королем Испании, он не был в первую очередь наследованием на тот момент, когда он был утвержден Франко своим преемником. То есть Франко обошел и его отца, и еще несколько человек в очереди. То есть он поставил Хуана Карлоса и, в общем, это оказался достаточно удачный, надежный выбор, который работал десятилетиями, который передал в итоге он власть сыну. То есть, грубо говоря, если бы, скажем, у нас получилась операция с восстановлением монархии хотя бы по испанскому образцу, то это было бы вообще замечательным увенчанием, скажем, правления Владимира Владимировича Путина. То есть вот если бы он смог оставить после себя как бы русского царя, пусть как бы это будет монархия действительно там ограниченная и так далее. Важно то, что действительно должен быть национальный символ, символ истории, символ традиции, символ связанный, ну, хотя бы какими-то корнями. Именно поэтому я против вот всех этих разговоров, а давайте вот что называется сейчас нынешнюю власть монархизируем, что должно быть чувство истории, потому что без истории монархия в современном мире как бы это ничто, и она ни за чем не нужна. Но второе главное все-таки, она опять же оказывается никому ни за чем не нужна, если это будет не православная монархия, если у нее не будет вот этого ощущения того, что она стоит на защите церкви, что она стоит на защите православия, там и догматического, и канонического строя, и так далее, если она не служит живым примером вот этого религиозного отношения. Потому что главное, что, на мой взгляд, отличает монархию от демократии, об этом в свое время очень хорошо писал Лев Александрович Тихомиров и в монархической государственности, и во многих других своих работах, что все-таки демократия основана на идее власти количества, на идее власти количественного большинства. Монархия в основе своей базируется на идее, что называется, нравственного решения отдельной личности. Что, грубо говоря, есть человек, который, вот я вот здесь не соглашусь с Андреем Борисовичем, когда он говорит о том, что монархия произошла из отчуждения людьми от себя своей свободы. В принципе, так можно сказать абсолютно о любом государственном строе. Перекладывая ответственность. Да, монархия происходит из того, что люди, как бы вот это отчуждение свободы, которое происходит всегда, они отдали не какому-то институту, не какой-то толпе, не какому-то собранию, а отдельному человеку, который, как бы, у него есть совесть, у него есть нравственное сознание. Он может услышать голос Бога. Толпа не может услышать голос Бога. Монарх может услышать голос Бога. И, в общем, я считаю, что история православной монархии скорее это подтверждает, что это в большинстве своем были люди, которые слышали Божий голос. И, соответственно, вот этот нравственный коммертон, это центральное, что есть в монархической идее. То есть управление может осуществляться разными способами. Здесь, как бы, и демократический принцип пригоден, и аристократический принцип пригоден, и диктатура в каких-то формах тоже пригодна. То есть вполне одно может совмещаться с другим. То есть один из лучших строев, который когда-либо был в истории России, это эпоха, когда при государе-императоре был, ну, фактически, по сути, диктатор Петр Аркадьевич Столыпин, который при этом ввел живейший диалог с Государственной Думой. То есть, вот, понимаете, как бы здесь работало все. Здесь работали все политические компетенции. Андрей Борисович, а тот взгляд, о котором я сказал в начале, который я слышу время от времени, о том, что православный человек не может быть сторонником и либеральных ценностей, и либеральной демократии как таковой. Это так или нет? Если нет, то на чем основан такой взгляд? Не, ну, разумеется, это не так. Это не так. И я бы даже сказал, что антилиберальный подход, он, я думаю, противоречит, как-то не странно, да, противоречит христианскому, ну, в том числе и православному, мировосприятию. Почему? Потому что антилиберальный подход отрицает право свободной личности. Вот это сам, вот самого главного, свободной воли у человека. То есть ты должен подчиняться абсолютной монархии. Я много занимался русской историей, ну, намного меньше византийской, но, тем не менее, разумеется, всегда возмущает, как быстро монархия превращает людей в рабов. Абсолютная монархия, я имею в виду, какая была в России, ну, по крайней мере, до Александра II. Как быстро превращает людей в сервилис, в рабов. А на чем основан взгляд относительно либерализма? Относительно либерализма? Вот почему люди так думают? Это откуда берется? Я думаю, это берется, это, как часто бывает, происходит подмена понятий. Люди видят, что вот современная либеральная демократия, она пермиссивна в отношении тех вещей, которые не симпатичны православному человеку. Пермиссивна, что это толерантно? Ну, толерантно, да. Она их принимает. Гей-браки? Ну, гей-браки, аборты и всякие прочие штуки. Вот. И вот это связано со словом либераль. Ну, это неверно. Просто, ну, если большинство людей так живет, ну, что с этим делать? В эпоху Киприана Карфагенского римляне в основном наслаждались гладиаторскими боями, ходили в лупанары, то есть публичные дома, и женщины с мужчиной мылись в банях, что тоже приводило к большому блуду. Что делает Киприан Карфагенский? Он не призывает языческую власть все это запретить. Он знает, что это не запретит. Второй век я напомню. Вот. А он говорит, а вы не ходите. Вы не смотрите. Вы мойтесь дома. И в цирк не надо ходить. И все будет хорошо. Дело в том, что здесь святитель Киприан апеллирует к свободной воле христианина. Да, может быть, соблазнительно что-то, но ты воздержись. А когда тебе запрещают, вот как сейчас талибы запрещают внешним запретом, тогда цены-то свободы никакой нет. Ты же не потому не ходишь, скажем, в публичный дом, что ты знаешь, что это разврат, и это губит твою бессмертную душу. А ты не ходишь потому, что тебя царь накажет, оштрафует или Сибирь сошлет. То есть, если говорят либеральная демократия, если нас тут насадить, то к нам придут гей-браки и прочие извращения, это зависит от конкретного общества, правильно? Общество может быть либерально-демократическое, но при этом отрицать антихристалл. Я бы даже сказал так, давайте вот приведем такой мысленный эксперимент. Вот у нас реальная демократия. Вот не сейчас, не фиктивная, которая сейчас, а реальная демократия. Происходят выборы, на этих выборах побеждает, естественно, большинство общества, представители большинства общества, и какая-то партия, какая-то группа вносит законопроект о гей-парадах, скажем так. Ну, как вам кажется, большинство нашей реальности, завтрашней думы, проголосует за это? Нет, не проголосует. Откажет. Вправе. Представим себе другой вариант. Какая-то группа вносит предложение о запрете абортов. Наш парламент поддержит? Не поддержит. Он за аборты будет, потому что большинство русского общества за аборты. К сожалению. И в этом смысле пример той же Германии, где такая вот форма, я бы сказал, намного лучшее, чем у нас, у либеральной Германии, где говорится в законе, что аборт – это убийство, но если люди очень хотят, то они это могут с определенными оговорками. Так что вот такая вот демократия штука. Взгляд людей православных, многих православных, на то, что православный человек не может быть либералом, на чем он основан? И вы согласны с этим? Ну, я соглашусь. На мой взгляд, Андрей Борисович очень хорошо показал, почему православный человек не может быть либералом, по крайней мере, в современном смысле. А дело в том, что вот это вот представление, что как бы не хочешь – не ходи, не хочешь – не делай и так далее, мне оно кажется немножко таким эльфийским. Таким вот как бы… Каким, простите? Эльфийским. То есть вот такой взгляд эльфа немножечко. Почему? Потому что, ну, реальная история, реальное общество – это всегда борьба определенных социальных сил между собой. То есть когда-то абсолютно либерально с точки зрения римлян было вводить рабов. В общем и целом либеральном, демократическом американском обществе еще в XIX веке рабовладельцы были как бы почтенными гражданами и, наоборот, противники рабства были страшными смутьянами, стрекулистами и так далее. И потребовалась гражданская война, потребовалась, по сути, диктатура Авраама Линкольна. Просто надо помнить всегда, что он был президентом меньшинства, занявшим свой пост только потому, что разделились голоса сторонников демократической партии, что он управлял, по сути, диктаторскими методами, абсолютно манипулятивными. Только благодаря этому удалось, как бы, освободить Америку от такого проклятия, как рабство. Точно так же, как в России, если бы, скажем, образованное общество, там, дворянское общество в 1861 году решало сохранить крепостное право или его отменить, оно бы, конечно, бы сохранилось. Мало того, даже если бы провести поголовный референдум, скорее всего, большинство тогдашнего русского общества, включая значительную часть крепостных крестьян, проголосовало бы за сохранение крепостного права. То есть, нужна была мощная, вот та самая абсолютная власть самодержавного императора, между прочим, к вопросу о том, что вот только с Александра Второго она приобрела человеческую... Вот ту самую машину власти, которая смогла бы, которая смогла отменить крепостное право, ее Александр Второму оставил Николай Первый. То есть, человек, именно, создавший современное государство в России, вот, как бы, без бюрократии, со всем прочим и так далее. Так вот, здесь важно, мне кажется, осознавать следующее, что, ну, вот, нет, к сожалению, современный мир не интерпретирует либерализм как действительную свободу. Он интерпретирует как согласие с определенной группой, которая считает себя наиболее либеральным. Не случайно в современной, вот, сегодняшней реальности мы столкнулись с таким абсолютно тоталитарным механизмом, как, например, cancel culture, то есть культура отмены. Вот, скажем, ты писательница, написавшая самую успешную детскую книгу в истории человечества. Там дети на тебя только что молились, уже выросло поколение родителей, которые на тебя молились и так далее. Ты пишешь в защиту как бы обычных женщин, что называется. Джон Роллинг. Да, 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 именно о ней говорят. Ты пишешь твит, твит, 140, сколько там, 142 знака, в защиту обычных женщин против вот этого странного по любым меркам, в общем, даже по-римскому, хотя там у них тоже бывает такое, извращение под названием трансгендеры, и тебя за год отменяют, тебя нет. Ты фактически уничтожена как публичная личность и так далее. Андрей Борисович, вы есть сторонник либеральных, можно вас назвать вообще сторонником либеральной демократической системы? Называйте меня как угодно, я себя не называю никак. Я вообще политолог, но к себе не отношу политологический дискурс, поэтому я просто человек, мыслящий каких-то вещах. Скажем так, вы не видите антихристианского, вы уже об этом сказали, в либеральной демократической системе зависит от конкретного общества? Я просто хотел спросить, вот Андрей Борисович, будучи православным человеком, являясь сторонником такой системы ценностей, вы как тогда это сами оцениваете? Ну, в смысле, то есть, как бы считаю ли я, что он не вправе придерживаться такой взгляда? Как православный христианин. Как православный христианин. Ну, нет, понимаете, еще раз, еще раз, я подчеркну, а православный христианин, мне кажется, может иметь любые политические убеждения, но только мне кажется, в какой-то момент те или иные политические убеждения по принципу сцепки приведут его к тем вещам, которые, на мой взгляд, ну, поставят в какой-то момент выбор, что церковь или вот это вот все, православие или вот это вот все. И вот, грубо говоря, в этом смысле, там, не знаю, придется на наше поколение какой-нибудь очередной большевики, не придется, потому что сон новомучеников, если вспомнить его, сон тех, кого убили большевики там с 17-го года и дальше, пока они не прекратили стрелять в какой-то момент, он включал из дореволюционной, как бы, что называется, сообщества и крайних монархистов-черносотинцев, и либералов, и даже, как бы, революционеров, там, скажем, если вспомнить, там, отца Валентина Свинцитского, отца Павла Флоренского и так далее, у них были, как бы, очень сильные такие революционные закосы, как бы, и, то есть, он в самой разной категории людей включал, то есть, этот вопрос, это вопрос, на который ты отвечаешь, что называется, на краю могилы, с другой стороны, полно было среди обновленцев, там тоже оказались и ультраправые, и церковные либералы, и ультралевые, то есть, грубо говоря, вот всегда, как бы, мы можем спорить, мы можем долго спорить, если вы сейчас зададите, там, не знаю, какой-нибудь вопрос из серии Крым наш, мы весь остаток, наверное, дискуссий и так далее, да, вот, но, все, как бы, решится, ну, как бы, либо Господь сердцеведец, он видит, что мы думаем, либо вот все решается в таких экстремальных ситуациях, что называется, на краю чекистской могилы, и вот там было видно, кто есть кто. Андрей Борисович, ну, ничего нельзя исключать. Вот Святая Русь. Да. Ну, в России никогда не были, если не ошибаюсь, особенно популярны демократические идеи. Вот Новгород, Егор Станиславович вспомнил. Это о чем-то свидетельствует? Ну, подождите, что значит, не были популярны демократические идеи? Во-первых, демократии в современном смысле слова, я думаю, что до конца XVIII века вообще не было нигде. И, скажем, Венецианская республика, Генуэрская республика, это аристократические, если не олигархические, республики. Также, собственно говоря, и Новгород, и Псков, ну да, можно с оговорками назвать демократиями Афину, тоже с огромными оговорками, потому что ведь в афинское общество не были включены ни женщины, ни метеки, то есть пришельцы, ни тем более рабы. Так что демократия как таковая, вот современная демократия, это продукт, ну, грани XVIII-XIX века. Это теория демократии, да, была у Аристотеля, но практика именно всеобщая, она что же, когда? Я скажу, идеальной демократической страной является Великобритания, парадигмальной. Она может считаться страной всеобщей демократии с 1919 года, когда женщинам дали права голоса. Поэтому это на наших глазах становящаяся реальность. Реальность того, что все граждане равны. В начале XIX века в Англии показалось бы безумием говорить о том, что люди, которые не имеют источников доходов надежных или собственности, они могут определять, кто будет от их округа выдвинут в парламент. А сейчас это норма. И в некоторых странах, вы знаете, например, в Швеции и Финляндии даже не граждане получают право на местных выборах участвовать, потому что они тоже люди, они имеют вид на жительство, они живут в этом округе, и они могут определять свои не политические, это местные выборы, но житейские проблемы. А в истории Новгородскую республику можно назвать некоторым таким светлым примером? Ну, светлым. Я вообще избегаю для истории говорить о светлом. Что можно назвать светлым примером монархии или аристократии? Мир человеческий отвратителен, и в нем зло, как правило, побеждает добро всегда, во все века. Вот, но да, Новгород, который мы знаем не очень хорошо, Псков, который мы знаем лучше, Псковскую республику, да, это демократические образования, по крайней мере, Псковская республика, это демократическое образование, что касается Новгорода, у меня есть все-таки большие подозрения, что там был аристократический элемент. Ну, собственно, как олигархический элемент, на самом деле, скрыт в любой реально существующей демократической системе. То есть, везде политический класс представляет из себя олигархию. Это называется железный закон олигархии. И, ну, любая, как бы, среда людей, которые принимают политические решения, которые управляют политическими процессами, это всегда закрытая, замкнутая среда. Вопрос в том, по какому принципу она подобрана. Потому что, скажем, ну, например, в европейских таких вот демократических течениях, там, парламентских течениях 19 века, например, играли большую роль масонские институты, откуда, собственно, и возник вот этот вот миф о масштабном масонском заговоре. Там, в 20 веке это уже в меньшей степени так, в 21, наверное, уже совсем не так, но какие-то другие структуры существуют. Существуют какие-то манипулятивные структуры. Мы только что это наблюдаем в Соединенных, наблюдали в Соединенных Штатах, когда там Трамп, будучи, в общем, скажем так, кумиром активных избирателей столкнулся с тем, что кто-то называет это фальсификацией, но даже если это не была фальсификация, это была массовая мобилизация тех, кто обычно активным избирателем не является. То есть, и это причина, по которой я бы, например, остерегся бы, в отличие от Анрия Борисовича, говорить о том, что мы наблюдаем развивающийся и молодой институт в виде демократии. Я боюсь, что это институт, который поднимался, который как бы показал в определенный момент свою эффективность прежде всего в западном мире в послевоенные годы, в годы холодной войны, но сейчас фактически переживает упадок. Переживает упадок, столкнувшись вот с этой роковой проблемой, что круг граждан в определенный момент становится практически неограниченным. Начинается массовая интеграция мигрантов совершенно чуждым им представлением о том, что такое политическая свобода, для чего, для каких ценностей ее использовать. Начинается манипулирование ресурсом в виде вот скажем так этих меньшинств, причем не всегда эти меньшинства меньшинства, потому что вот скажем смешно говорить меньшинство тоже женщин, в то время как большинство тем не менее. Вот, то есть наиболее честная, справедливая и прозрачная система нельзя называть демократией? Это все скорее бирки такие? Вот смотри, категорически нельзя, категорически нельзя, именно потому, что демократия это манипулируемая система, то есть в этом смысле конечно монархия гораздо в большей степени честная и прозрачная система, потому что она основана на совести одного человека. Система манипулирования демократии могли бы согласиться? Вы знаете, нет, конечно, я бы с этим не согласился, и вы знаете, я много изучал демократию, и у меня субдокторская диссертация по парламентской демократии в странах востока защищена. Демократия вносит удивительно интересные моменты. Да, конечно, реально различные политические группы, группы политической элиты, деньги, власть, авторитет, не одни деньги, они, в общем-то, борются друг с другом в обществе, но при демократии эта борьба перестает быть подковровой, потому что они вынуждены и на местных выборах, и на национальных выборах выставлять себя перед всеми, а уж тут, конечно, в фальсификации же нет выборов, реально, уж тут, кто смог убедить избирателей в своей правоте, и понимаете, вот как раз последние выборы в Соединенных Штатах, ноябрьские, нам показали очень ясно, что, ну вот не смог Трамп убедить в своей правоте, большинство, почти убедил, но все-таки Байден убедил чуть больше, и в результате он стал президентом, не то, что Трамп проиграл в чистую, а Байден выиграл в чистую, нет, так вообще в нормальной работающей демократии, как правило, не бывает. Общество, как правило, разделено всегда почти пополам, и это, кстати, очень важный момент, потому что оно вообще всегда разделено почти пополам, и в монархии разделено почти пополам, но только это не видно, всегда общество реформаторов и общество консерваторов, они более-менее вот 50-50, и как раз демократия позволяет этому балансу реально работать в том или ином государстве, значит, если консервативные силы доминируют, страна перейдет от реформ к сохранению наличествующего, если наоборот, страна будет реформироваться, в этом огромный внутренний потенциал развития, и этот потенциал мы сейчас видим в западных обществах, которые развиваются, конечно же, очень быстро. Ой, ну у меня нет ощущения, конечно, что они сейчас развиваются, вот проблема именно в том, что Андрей Борисович говорит, что никаких фальсификаций, конечно, нет. Я вот, например, опять же, там, долго, там, много, ну не скажу, изучав, но читав, например, по истории американской демократии, в этом совсем не уверен, это всегда была, в общем, очень высоко фальсифицированная демократия, вплоть до того, что одна из авторов передавиц, кажется, в Wall Street Journal вскоре после, собственно, вот выборов Байдена и Трампа написала, ну, а что такого? Ну, мы все знаем, что в Чикаго подделали выборы, в результате которых Кеннеди стал президентом, а Никсон, соответственно, пролетел на следующие восемь лет. Ну, Никсон же смирился и не стал качать лодку, вот значит, и Трампу не надо качать лодку, то есть, грубо говоря, вот этот вот элемент некоторой недостоверности, особенно при сочетании демократии с тайным голосованием, то есть, как бы формально тайное голосование это как бы такая хорошая процедура, которая основана на том, что человек как бы не подвергается дальнейшим репрессиям за то, какой голос он выразил. Но все-таки сейчас у нас сравнительно либеральное общество, даже в России на самом деле, а в этом смысле общество достаточно либеральное в некоторых вопросах, как, например, в попытках добровольно убедить людей вакцинироваться слишком либеральное, вот, и это претензия моя к нашей власти, вот, но все-таки за то, что человек проголосовал, его репрессировать в либеральном обществе никогда не будут. Соответственно, почему нельзя создать систему открытого голосования, в котором человек, я никогда не скрывал, за кого я голосовал на тех или иных там выборах, референдумах и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть, в этой системе, да, она была бы реально абсолютно прозрачна, и все бы видели, что называется, кто и за что высказывается. манипулирование большими массами вот этих вот темных, как бы, непонятно откуда берущихся бюллетеней, ну, скажем, какие формы это приобретает в нашей многострадальной родине, где, как бы, сложилась действительно странная ситуация, как бы, на мой ответ, проблема не в том, чтобы в России нет демократии, в том, что в России существует некая имитативная демократия. Вы смотрели на часы, отсчитывали время до наступления демократии в России? Да, осталось полчаса. В феврале 1917-го у России был шанс стать либерально-демократическим государством? Ну, вы знаете, я считаю, что либерально-демократическим государством, ну, с поправками на то время, все-таки, это же 100 лет нас отделяет, Россия была и до февраля 1917-го года, то есть, после манифеста 17 октября 1905-го года Россия стала либерально-демократическим государством по системе политической и дуальной монархии, дуалистической монархии по системе государственного устройства. То есть, власть думы, госсовета и императора, они были сбалансированы. Вообще, наш основной закон 1906-го года, я считаю, что это очень неплохой закон, был для того времени. За это время, конечно, Россия развивалась дальше в этом направлении. Я думаю, что у нас была бы монархия, конечно, совсем не та дуальная, что была в пятом году, а была бы монархия, какая сейчас, скажем, в той же Испании, как Егор Станиславович говорил. И Россия была, конечно, стабильной страной, которая бы не понесла тех ужасных жертв, которые она понесла от большевизма. Но это все совершенно очевидно. Февральская революция – это революция, которая хотела хорошего, а в итоге привела к очень плохому. – Ну, понимаете, давайте я здесь… Вот это пункт, по которому мы с Андреем Борисовичем полностью солидарны. То есть я тоже считаю, что монархия, что называется, 17 октября, она действительно была достаточно удачна, достаточно работоспособна для России начала 20 века. И она имела разные возможности, варианты эволюции. Там, возможно, не все эти варианты эволюции были бы как бы однозначно демократическими. Скажем, вполне возможно, что Россия в итоге эволюционировала бы так же, как Италия в 20 веке. Но, но, а тем не менее, то, что произошло в феврале 17 года, это было, конечно, не конец, не начало расчета на либерально-демократическое движение, а его конец. Я напомню, что, на самом деле, по факту, в феврале, там, в марте 17-го, в стране установилась не демократия, а власть Советов, поскольку Петроградский Совет уже с марта 17-го фактически диктовал реальные политические процессы в стране. Он полностью парализовал деятельность временного правительства. Напомню, что Государственная Дума, там, более-менее всенародно избранная, как бы, по вполне разумному закону, который был создан Столыпиным, после революции парадоксальным образом не собиралась... После февральской, да? После февральской она не собиралась ни разу. То есть, фактически, парламентаризм в России, как бы, до нынешнего этапа был в феврале 17-го уничтожен. То есть, большевистская диктатура, она абсолютно логично вытекала из установления фактической власти Петроградского совета после свержения монархии. То есть, в этом смысле, конечно, если Россия хотела двигаться в сторону большей демократии, там, больше каких-то там, что называется, разумного либерализма, там, учета гражданских прав и так далее, нужно было беречь государя и с него стряхивать пылинки не только как с как бы святого царя-помазанника, но и как с политика, который ориентировался все-таки на разумность, нормальность и адекватность как бы политического курса. У многих людей в нашей стране, я бы даже рискнул сказать, большинства из того, что известно, либеральная демократия ассоциируется с так называемыми лихими девяностыми и все, что касается любой либерализации общества, является таким напоминанием о том ужасе, который был в девяностых. Во всяком случае, такая картинка в СМИ, ну и по рассказам, не знаю, моих родителей тоже в девяностых было не сладко. Вот требуется ли реабилитация вообще либеральной идеи в российском обществе после того, что было в девяностые? Конечно. Конечно требуется. И для этого должна быть дана трезвая оценка девяностым годам. Дело в том, что в девяностые годы мы же не просто вот упразднили тоталитаризм и объявили демократию. Мы должны были выйти из тоталитарного прошлого. Выход из тоталитарного прошлого это непростая вещь. И он как правило известна денацификация Германии. Хотя выход из нацистского прошлого проще как-то непарадоксально чем из коммунистического прошлого. Проще потому, что нацистское общество не уничтожало религию. Она ее подчиняла, но не уничтожала. Нацистская система не уничтожала собственность. Она ее подчиняла, но не уничтожала. И тем не менее это был сложный процесс. Когда встал вопрос о том, что страны России и страны Европы Восточной освобождаются от коммунизма, была разработана целая модель декоммунизации. Она в первую очередь была ориентирована на тот пункт, в котором специфика есть коммунизма. Специфика коммунизма это пункт о собственности. Коммунисты отобрали всю собственность у всех людей и объявили себя в праве распоряжаться любой собственностью, назвав ее лживо-всенародной. Она, конечно, была их, а не всенародной. Что надо было сделать? И что сделали все страны после коммунистической Европы? Они провели институцию прав собственности. Они восстановили права собственности потомков тех людей, которые владели собственностью на момент ее изъятия коммунистами. Это было непросто, но они все справились за 10 лет, в общем, к началу 2000-х годов все справились с институцией собственности и с этого момента общество стало развиваться. Почему это так важно? Потому что каждый человек в какой-нибудь Эстонии или Болгарии получил что-то от нового режима. Он получил ощутимое, простой человек, понимаете, не так ценит свободу, тем более он о ней забыл за годы коммунистического режима, свободу политическую. Он ценит реальное благосостояние, вот он его получил. А у нас всю собственность опять поделили между собой те, кто были у власти. И что получилось в итоге? Те, кто захватили всю собственность, не их, как и большевики, а собственность, которая реально принадлежала потомкам ограбленных людей большевиками, эти люди, которые захватили всю собственность, нуждались в диктатуре, чтобы эту собственность удержать в своих руках, потому что любая демократия привела бы к тому, что эти процессы приватизации были бы пересмотрены. А большинство, не очень понимая, что произошло, прокляли этот режим, потому что он им лично ничего не дал. То есть были совершены системные ошибки. Я думаю, они были совершены не по злому умыслу, а потому что даже те реформаторы, которые их совершали, они сами были совершенно советскими людьми и мысли в этой системе. вот поэтому необходима реабилитация не лихих 90-х, а надо сделать выводы из ошибок 90-х годов, чтобы при новом подступе к нормальной государственности, которая явно будет после конца нынешнего режима, вот не совершить этих ошибок вновь. А вы же были либеральным демократом, я читал, в 90-е, или клевещут? Ну, скажем так, до 93-го года, я думаю, очень многие как бы считали себя демократами, да, вот. Но что произошло в октябре 93-го? Фактически в стране установилось, я то, что сказал Андрей Борисович, переведу на как бы простой терминологический язык, клептократическая диктатура, то есть, которая была установлена при помощи как бы расстрела все-таки избранного по относительно демократической процедуре парламента. Вообще отказа от правовых механизмов при урегулировании конфликтов между ветвями власти. То есть, там же был парадокс удивительный, что с одной стороны, да, на улице за парламент там были лимоновцы, баркашовцы и так далее, прочие радикалы, но при этом сама идеология вот этого парламента, она была абсолютно легитимистская и юридическая. Смотрите, вот по закону вот так вот, вот Зорькин, который у нас до сих пор возглавляет Конституционный суд, между прочим, вот он постановил то-то и то-то, почему Ельцин нарушает, а Ельцин действительно нарушал, наплевал все законы во имя революционной целесообразности. В чем состояла эта революционная целесообразность? Именно в том, о чем тогда говорили даже прежде всего не Гайдар, а Чубайс. То есть, вот мы создадим новых собственников путем, что называется, раскидывания вот этой вот собственности с вертолета, раздачи ее своим, вот этих вот совершенно жульнических по своей сути ваучеров, которые, напомню, тогда людям не просто же, скажем так, их раздали, их уговорили вложиться в липовые паевые фонды, а затем были запущены вот эти вот всевозможные пирамиды, которые высасывали деньги, которые еще остались у людей. То есть, фактически было произведено полноценное ограбление. И поверх этого полноценного ограбления для защиты его результата была создана слабая, но очень, как сказать, пьяный мужик с розочкой из стекла, он, в общем-то, слабый, но только он очень опасен, то есть, его боишься, вот реально. Вот Ельцин был вот таким вот, что называется, пьяным мужиком с розочкой, которого, ну, после всего того, что как бы он демонстрировал в 93-м, в 94-м годах, там, его реально боялись, но при этом, кстати говоря, в защиту вот демократии вот мне кажется, что самое ценное в демократии это не мифическая надежда на то, что народ сможет сам управлять собой и своими делами. И самое главное и самое ценное в демократии, и что в любом строе всегда следует сохранять, это право сказать нет. Вот это право сказать нет, оно, скажем, в декабре 93-го все-таки было использовано на парламентских выборах. Требуется ли реабилитация либеральной идеи после 90-х в российском обществе? Ну, дело в том, что я не такой большой сторонник либеральной идеи, я просто сторонник какой-то нормальной, что называется, европейской цивилизованности. То есть, грубо говоря, нам требуется декоммунизация, десоветизация сознания. И нам требуется то, чтобы, что называется, вот этот вот культ неосоветский, неочекистский, там, неосталинский и так далее, перестал обосновываться ссылками, а вот смотрите, что ваши демократы устроили. Начнем с того, что это устроили не демократы, а кандидаты в члены политбюро ЦК КПСС, там, заведующие журналом «Коммунисты», все в том же духе, и заканчивая тем, что это происходившее в 90-е, по большей части, противоречило, как бы, базовым принципам русской антикоммунистической традиции, противоречило идеям Солженицына, противоречило наследию белой иммиграции, белого движения и так далее. Я даже думаю, что Андрей Дмитриевич Сахаров, если бы дожил, он тоже бы за многое был бы недоволен. К современности. Россия при Путине вот уже 20 с лишним лет. Выборы у нас есть. Ну ладно. Я не знаю. Ладно. Выборы формально у нас они есть. Понятно. Мы сейчас перейдем к реальному. Но можно ли сказать, что нынешняя Россия, она движется к либерально-демократической модели. Вот Песков говорил, что Путину идеи либерализма близки, между прочим. Андрей Борисович. Меня это очень радует, Серафим Маратович, что Путину эти идеи близки. Но мне бы очень хотелось, понимаете, чтобы эти идеи как-то проявились. Они, к сожалению, проявляются прямо противоположным образом. Какие же идеи либерализма, если он там дубинками дубасит молодых людей, которые безоружные, вышли на улицы, не сожгли ни одной машины, не разбили ни одной витрины, а с ними обращаются как фрагами Отечества. Это я, как преподаватель, как профессор этих людей, могу сказать, что это преступление. И это, конечно, фарс, если Песков говорит о том, что Путину близки идеи либерализма. Понимаете, то, что мы видим, то, что мы видим, какие идеи у кого были, это другой разговор. Понимаете, мне очень интересные идеи были у Александра Первого, у Николая Павловича. Но важно, какие, каковы дела. Дела это то, что Россию загоняют обратно в очень жесткую авторитарную систему, которая уже начинает напоминать тоталитарную. Я напомню для наших слушателей, что тоталитаризм от авторитаризма отличается тем, что при авторитаризме власти народу не дают, но, по крайней мере, не мешают ему свободно мыслить и говорить. А авторитаризм требует единомыслия, единогласия. Идеологического или какого-то другого. И вот у нас сейчас, уже когда начинают арестовывать, сажать, вызывать в Следственный комитет за лайки, за высказывания о роли Александра Невского, как сейчас произошло в Новосибирске, это, безусловно, путь не к либерализму, а путь к самой настоящей тоталитарной диктатуре, которой мы накушались за 72 года. Егор Станиславович. Ну, я считаю, что все-таки тот режим, который мы имеем уже 21 год, уже больше 21 года, это, ну, как бы такая, опять же, с поправкой в то, что хотели как лучше, а получается как всегда, а все-таки в своей основе та самая национальная диктатура, о которой в свое время мечтал Иван Ильин, как некий переходный режим от коммунизма назад к более-менее здоровой России. Конечно, это может быть не лучший образец, но и не худший, судя по тому, что 20 лет мы имеем те самые столыпинские 20 лет мира и 20 лет покоя и 20 лет относительной стабильности. За это время вырастает слой собственников. Это люди, которые построили дома, которые, что называется, разбили сады, вырастили в этих условиях стабильности детей. То есть, грубо говоря, это уже не вот то перекати-поле, которым мы все оказались в 91-м году. И вот из вот этого прочного фундамента и то, что, скажем, например, в идеологической сфере все-таки этот режим сдвигает общество к таким вот, я бы сказал, национально-консервативным настроениям. То есть одно время был приступ массового всеобщего истерического неосталинизма, наследием которого является феноменом типа Захара Привепина и так далее. Но мне кажется, что именно сам режим сдвигает вот это как бы среднее общественных настроений скорее куда-то к императору Александру Третьему, к памятнику которому недавно, пусть там со шумом и скандалами, но все тем не менее. Это благо, на ваш взгляд? Не памятник, а сдвижение? Да, 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 несомненно. То есть вот и когда собственники, что называется, выросшие вот с этим вот с одной стороны с ощущением своего, с ощущением своего, созданного своими руками, а с другой стороны все-таки с ощущением уже какой-то там национальной традиции, самоуважения, а и вот в этом смысле любой, скажем, ну как бы выразились англичане, там джингаиский, что называется, перекос, который у нас порой действительно тоже бывает в пропаганде, иногда совершенно глупо это выглядит, но вот это сдвигает общие средние значения от того чудовищной самоненависти, которой страдало наше общество в 90-е годы, к вот, что называется, сознанию среднего, достаточно консервативного обывателя. И, ну, понимаете, давайте будем реалистами. Я думаю, что все, там, включая главу государства, отлично понимают, что человеческая жизнь ограничена. То есть, Цинь Шухуан, наверное, не понимал, он мечтал стать бессмертным, но никто, как бы, никаких бессмертных не существует. То есть, однажды все равно наше общество будет трансформироваться. И вот вопрос в том, кто будет его трансформировать. Мне кажется, что было бы правильно, чтобы его трансформировали именно вот эти консервативные, патриотически настроенные люди с определенным гражданским сознанием, но без, что называется, вот таких вот чрезмерных либерально-демократических иллюзий, что вот мы сейчас замутим свободные выборы, и само по себе все наладится. За консерваторами будущее. Согласны? Да нет, конечно, не согласен. Но консерватор всегда по определению тот, кто консервирует. Что мы будем сейчас консервировать? Мы сейчас можем консервировать, и это ясно видно из всей риторики того же Путина, консервируем советскую. Ну, я не запрошусь. Мы консервируем Пак Молотов-Риббентроп, как хороший. Мы консервируем, понимаете ли, Сталина. Мы консервируем Андропова. Мы вот законсервировали советский гимн вместо песни Глинки. Да все уже. Практически избавились от новеводов на Олимпиадах. Ну, на Олимпиадах. Продите, давайте все-таки. Вот, поэтому консервировать там по большому счету нечего. Вот, там, скажем, в феврале 17-го года был вопрос к тому, консервируем ли мы дореволюционный режим или строим новый. Это серьезный был очень вопрос тогда. Сейчас у нас нет, что он консервировать людям послевоенной Германии? Нацизм? Какой консерватизм? Поэтому у нас сейчас нету прошлого в этом смысле. Мы не можем воспроизводить, мы не можем реконструкторством заниматься, как там наши любители Бородинской битвы каждый год собираются в начале сентября. Понимаете, мы не можем так же восстанавливать государственные органы старой России. Ну, время ушло. Все-таки время другое. Поэтому нам надо стараться, опираясь на старое, которое действительно не тоталитарное, строить новую Россию. Христианин должен бороться за свободные и честные выборы прозрачные? Я христианин, я борюсь. Я не говорю, что тот, кто не борется за них, его не должны допускать до причастия. Конечно, все мы можем подходить к чаше, но для меня совершенно очевидно, что борьба за свободу других, а это и есть борьба за честные выборы, это мой христианский долг. Ваш христианский долг такой же? Христианин должен бороться с лужей. То есть, понимаете, я не буду страдать как христианин, если у нас не будет, что называется, никаких там общегосударственных выборов, а будет существовать какой-то другой механизм передачи власти. Но меня категорически не устраивает ситуация, когда, имитируя выборы, мы постоянно лжем, мы постоянно всех обманываем, там, объявляем действительные подписи фальшивые, фальшивыми, фальшивыми, да, совершенно верно, произвольно манипулируем кандидатами и так далее. То есть, мне кажется, что вот нам нужно на общенациональном уровне избавиться вот от этого лицемерия. То есть, что называется, пусть это лицемерие будет в меньшей степени театром демократии, но оно, то есть, пусть это общество будет менее театрализованно-демократическим, но оно будет более честным. И оно, может быть, тогда откроет дорогу, скажем, к демократии там, где она уместна, например, на местных выборах. Потому что, когда жители там стотысячного города не могут избрать себе собственных депутатов, вот это уже дикость. Это уже дикость. Я понимаю, почему на самом деле не нужно отдавать как бы на ветер, волн народных настроений там, скажем, те институты, которые определяют, допустим, внешнюю политику. Россия, страна с слишком большим количеством врагов, чтобы вот произвольно, опять же, в условиях того, когда огромное количество, мы имеем примеров того, что в эти выборы вмешиваются извне, их используют для взлома политической системы, это же тоже всю реальность. Но, когда люди не могут избрать от своего района на несколько тысяч человек депутата, вот, это дикость, то есть, этого не было, это не было при царе Иване Грозном, который, собственно, создал вот губные учреждения, там, губных старост, там, избы и так далее, это все же было тогда сделано. Вот, но я... А враги вы кого имеете в виду? Слушайте, у нас есть геополитические конкуренты, начиная от США и Великобритании, заканчивая Китаем, пресловутыми талибами в Афганистане и так далее, то есть, понимаете, Россия слишком богатая страна, со слишком небольшим населением, для того, чтобы чувствовать себя в этом мире спокойно. У России есть проблемы? Вы знаете, я думаю, что в первую очередь у России есть потенциально очень сильные союзники. Это, конечно, как раз страны Запада, Соединенные Штаты, Европейский Союз, которые хотят нас видеть своей частью. И это было бы прекрасно. Если бы хотели, они бы взяли. А, взяли бы. Но мы не захотели, они нас приняли в Семенку. У нас не получился богословского диалога, у нас получился политический диалог. Вот. Это... Исправим. Это и хорошо. Почему в России нет христианской демократической партии? В России нет христианской демократической партии по двум причинам. Первая причина заключается в том, что опыта демократии как такового нет в России. И второй опыт то, что реальные христианские ценности очень слабы в России. Это, кстати, показали... Конечно, сейчас это не может быть не так актуально, но это показали выборы в учредительное собрание. А вы бы вступили в христианскую демократическую партию? Ну, какая партия? Ну, я в свое время даже создавал, например, национальную демократическую партию. В общем, я думаю, что в этом есть что-то близкое. Но, как еще раз подчеркну, мне кажется, что на сегодняшний момент бессмысленна фетишизация демократии как механизма самого по себе. Нам нужны, что называется, здоровые национальные ценности. Эти национальные ценности будут определять, как бы, реализовываться через самые разные политические механизмы. Они могут реализовываться и через авторитарные, и через демократические, и через какие угодно. важно, чтобы эти ценности были. И здесь я с Андреем Борисовичем категорически не соглашусь в том, что вот нам нечего сохранять, нам нечего консервировать и так далее. У меня есть такая концепция, я ее довольно последовательно в своих книгах провожу. А там на православие? Нет. А другая. Реставрация будущего. Что нам нужно принять для себя четкое решение, что мы восстанавливаем как бы ту тысячелетнюю историческую традицию, какой она была бы, если бы не безумие коммунистического 20 века. И нам бессмысленно откатываться в 17-й год, как бы никого уже не воскресишь. Но нам нужно подумать о том, как, каким было бы это общество сегодня, ну, понятное дело, во всякой реконструкции есть определенный элемент реконструкции. Но реконструкция это хорошее и правильное действие. Скажем, снесенные храмы нужно восстанавливать. Снесенные исторические памятники тоже нужно восстанавливать. Собственность, как совершенно справедливо Андрей Борисович отметил, нужно реституировать везде, где это только можно. То есть, нам нужно произвести реституцию себя как нации. И тогда в том числе и те демократические элементы, которые должны быть в здоровом обществе, которые, я убежден, что в целом, в среднем, все равно должно управляться, если так можно выразиться, по полибиевой модели. То есть, соединяя и монархические, и аристократические, и демократические элементы. Вот. А тогда они займут свое место. Если мы будем просто фетишизировать демократию, там, не знаю, как в Америке, ну, демократия, как в Америке, сегодня производит, мягко говоря, не самая оптимистичная вещь. Когда говорят о том, что церковь вне политики, некоторые все же пытаются привести в пример церковный организм как таковой, и соборность как пример демократии. То есть, церковная соборность может быть примером политической демократии. Вы согласны с этим? Ну, во-первых, понимаете, надо понять, что такое соборность. Соборность – это пребывание в теле Христовья. То есть, на самом деле, понятие соборность, экклесия, воединою соборную церковь – это тело Христово, в котором каждый из нас является членом. В этом смысле церковь соборна, она является органической структурой. Но характерно, что сама по себе членство в церкви, оно свободно. Вы понимаете, каждый человек добровольно или является членом церкви, или не является членом церкви. И добровольно, ну, более или менее глубоко входит в церковную жизнь. Понимаете, один только номинальный христианин крестился и забыл, а другой живет Христом, живет Евхаристией, живет вот этим хождением перед Богом и тем, чтобы людям отдавать себя ради Христа. Исследуя примеру Христа. Понимаете, все разные вещи и разные формы, разная органика. У нашего тела церковного, у нее разные члены, более или менее глубокие, активные, более или менее христовые, скажем так. В каждом есть Христос, кто является членом церкви, но в разной степени. Может ли общество быть соборным. Понимаете ли, цели церкви ясны. Это обожжение, это вхождение в образ троичного Бога. А цели общества не ясны. Один видит цель в геополитическом реванше, другой в восстановлении империи, третий в крайнем развитии свобод. Четвертый, я только что это говорил, в объединении с европейскими и североатлантическими демократиями. Плюрализм. Да, пятый. Вот об этом я и говорю. Поэтому соборности быть не может. И именно поскольку не может быть соборности, и соборность всегда приводит к тоталитаризму, приводит к внешнему насилию над свободой человека, который по природе над душой, человек, который по природе христианка, и поэтому насилие антихристианская вещь, государственное насилие. Вот, поэтому-то демократия, она замещает это. Те силы, которые в данный момент активней, влиятельней, они побеждают и они проводят политический курс или в сторону Европы, или в сторону Китая, или в сторону империи и так далее. И если это не фальсифицированные выборы, мы с этим должны будем примириться, даже если нас с вами, мы с вами окажемся в меньшинстве, пусть в двух разных партиях, но в меньшинстве, мы примиримся и, может быть, даже, я скажу под конец, заключим коалицию ради того, чтобы общие наши ценности победили бы по сравнению с другими, которые одинаково чужды и Егору Станиславовичу, и мне. Про соборность. Ну, понимаете, дело в том, что в, скажем, в книге правил, я уже не помню в каком именно правиле, есть такое замечательное выражение толпа ненаученного народа. Вот. И вот очень важно, чтобы у нас в любом деле, в церкви, в государстве, где угодно, была власть собора, который начинает свою формулировку со слов «изволясь и Духу Святому и нам». То есть, на самом деле, скажем, собор – это орган Святого Духа. И тогда, когда он не является таковым, он сразу превращается во что? Опять же, мы знаем из вечебников истории церкви – в разбойничий собор. Вот. Причем, иногда, скажем, разбойничесть того или иного собора выявляется не сразу, там, не через несколько лет, а через несколько столетий, там, не буду указывать на какие-то конкретные примеры, вот, но они тоже есть и в нашей русско-церковной истории, к сожалению. Вот. Но, вот, тем не менее, тем не менее, тогда, когда соборность, она основана вот на Святом Духе, на Духе Истины, тогда это действительно соборность. Если мы говорим о том, что вот собралось много людей и что они решили, их большинство, как бы это, значит, так оно и есть, ну, если бы догматы в истории утверждались бы большинством, ну, мы, по меньшей мере, были бы сейчас все монофилиты, потому что преподобный Максим Исповедник, он в какой-то момент один остался фактически против большинства иерархии, против императоров, против всех этих толп и так далее, что даже, и он сказал тогда дерзновенные слова, что даже если вселенная причастится с еретиками, я с ними не причащусь. То есть вот это такой, это вот тот, опять же, дух, который, мне кажется, должен сохранять любой христианин, с большинством, против большинства, но всегда на стороне истины. Последнее. Может ли русская православная церковь способствовать демократизации общества или, ну, например, говоря о свободе, о личной ответственности или любое развитие каких бы то ни было гражданских или политических качеств, это ни разу, ни в коем случае не дело церкви? Я думаю, что задача церкви, здесь мы опять возвращаемся к основам социальной концепции, задача церкви это воспитывать христианина как гражданина потенциального, гражданина царствия Божьего, к которому он и идет. Вот эти граждане царствия Божьего, они будут частью, к сожалению, только частью, но иначе не бывает, не все, верующие в любом обществе, не все глубоко церковные, они будут частью политического сообщества. И дальше зависит от того, как они себя сами осознают. Если они себя осознают, если они ценят свою свободу и не хотят свою свободу никому отдавать, никакому тирану, ни антихристианскому, ни, скажем, даже очень христианскому, ну пойди, разберись, насколько он очень христианский, тогда они будут сторонниками либеральных ценностей. Если же они захотят отдать свою свободу кому-то, кому они верят, как немецкий народ отдал свою свободу Гитлеру в 1933 году, тогда с демократии конец, ну как мы знаем, что это для общества хорошо не кончается. Русская православная церковь может способствовать демократизации? Знаете, есть, опять же, церковно-историчная традиция, есть такое, например, понятие, как право печалывания патриарха. Мне кажется, что объективно все эти десятилетия, если, скажем так, у понятия демократии есть какой-то хороший смысл, то именно русская православная церковь вот все эти десятилетия была самым демократичным институтом в нашем обществе, который действительно все-таки во многих ситуациях выступал голосом совести, голосом разума, голосом народа, который зачастую никак по-другому, кроме как через священников, епископов, патриарха, не мог докричаться до власти. То есть есть многие ситуации, когда наши иерархии просто решались, скажем, делать или наоборот не делать то, что, что называется, государство категорически там требовало или наоборот категорически запрещало произносить. Какие-то слова я просто вспоминаю, например, как наш святейший патриарх Кирилл, например, начал употреблять слово русский постоянно, тогда, когда все говорили только как попки россияне, 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 россияне. И это был в общем некий значимый как бы и нравственный и общественный поворот. То есть в этом смысле церковь в силу того, что она основана, мне кажется, на более здоровых принципах, чем как бы современная общественность, она объективна гораздо более, опять же, если оставлять со словом демократия только положительные коннотации, не вспоминая всех тех отрицательных, о которых я говорю, но в этом смысле более демократический институт, чем там значительная часть наших партий, общественных тусовок и так далее. Спасибо большое. В политическом смысле, мне кажется, важное достижение нашей программы, что Андрей Зубов и Егор Холмогоров готовы на коалицию, а в богословском смысле мы уже давно едины, потому что от одной чаши все-таки причащаемся. Мне кажется, это важно. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok